Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, я бьюти-велнес-эксперт, наставник экспертов, партнера российской международной компании Siberian Wellness. И сегодня моя тема, знаете, такая очень актуальная, я думаю, для многих интересная, это как составить свою собственную индивидуальную схему ухода за кожей. Вы знаете, что я глубоко и давно уже погружаюсь, разбираюсь в этой теме именно ухода за кожей лица и это не просто про баночки, про клиники, это именно качественный подбор, исходя из потребностей кожи. И я постоянно обучаюсь, и сегодня, знаете, хотела с вами поделиться, дать вам такую, знаете, систему, схему, базу, кирпичики, передвигая и переставляя которые, вы сможете комбинировать уходовые средства и достигать максимальных результатов в уходе за кожей. Это именно кирпичики, а не пазлы, потому что, понимаете, пазлы, это когда один пазл выпадает, система рушится. Кирпичики мы можем переставлять, когда мы понимаем, где какой кирпичик должен стоять и почему он должен стоять именно на этом месте. На этом базируется система ухода. И кто уже давно в уходе за лицом в этой сфере, кто интересуется, погружается для себя, либо, возможно, вы эксперт, я уверена, что вы знаете, что не так давно, несколько лет назад, к нам пришла такая философия очень большого количества баночек в уходе. Азиатская система 10-15, и мне кто-то говорил, даже 20 в некоторых системах есть ухода. И все ничего, пожалуйста. Но когда я общаюсь с девушками, я стала чаще, все чаще, чаще слышать, ой, уход, это так долго, это так много. А я никак не могла понять, почему это долго, и почему это много, потому что у меня нет 20 ванночек, а даже 10 за один раз, то есть чтобы я 10 средств сразу наносила, у меня такого нет. Я не понимала, почему это сложно, почему это долго. Оказывается, девушки, наблюдая за кем-то, или, может быть, им предлагали, они видят, что большое количество средств ухода, они отвергали. Почему? Потому что, говорят, я не могу запомнить, я не понимаю, в какой последовательности наносить, а если я это пропущу, а что будет, если, а как мне ехать куда-то? Нет, я что, чемодан уходовой косметики? Понимаете, пошли вот такие возражения. Я не знаю, как с ними работать, потому что я говорю, что в моей философии, в моей системе нет огромного количества уходовых средств. И знаете, здесь, как, наверное, записывала как-то видео, есть два лагеря, коллаген за пить, коллаген против пить. Есть сторонники, противники, и сторонники обеих вот этих обоих сторонах, поддерживающие, с доказательной базой и так далее. Также и здесь есть те, кто сторонник небольшого количества уходовых средств, есть те сторонники, которые большое количество, да, огромное количество ванночек, и те, и те правы. Я на той стороне, где, которая, знаете, философия лучше, меньше, но лучше. То есть пусть этих средств уходовых за одно нанесение будет меньше, четыре, например, средства, но они будут с богатейшим составом. Ты четко будешь понимать, почему ты наложишь это уходовое средство, какую цель ты достигнешь, что хочет твоя кожа в данный момент. И мне, знаете, как мне это, мне это близко. И я придерживаюсь также того, что кожа, это очень умный орган, да, это самый большой орган у нас, и достаточно умный. И вмешиваться в процессы, которые происходят, слишком сильно не надо. Мы должны коже помочь, мы должны ее направить, да, мы должны где-то усилить, но совсем глубоко вмешиваться в процессы, которые происходят, нам не стоит. И ведь когда-то были такие уходовые средства, которые очищали, слизывали вообще все. То есть там разрушалась гидролипидная мантия. А когда убирался весь микробиом, различными какими-то, даже умывались, я знаю, антибактериальными мылами лицо. То есть это все смывалось, то есть достаточно агрессивное воздействие на кожу. Так вот, я все-таки к тем примыкаю, чья философия, что нашей коже нужно помочь. Все остальное она сделает сама. Потому что кожа умный и состоящий из органов разных слоев. Это и бактерии, это и наши иммунные клетки, это и жировой слой, это и кислотный слой и так далее. И они все составляют нашу кожу. И чем мы меньше вмешиваемся, тем лучше для нашей кожи, тем лучше этот орган работает. Из чего все начинается? Все начинается с очищения. Как я говорю, без грамотного качественного очищения не будет хорошего ухода за кожей. И все последующие средства фактически будут бесполезны, которые мы наносим. Так вот, очищение должно быть бережным. Мы должны помочь коже убрать загрязнение, но при этом осохранить гидролепидную мантию, накормить полезных бактерий, то есть увеличить их количество, чтобы они еще лучше работали на восстановление, на защиту нашей кожи. То есть наша задача только в этом. И очищение должно быть мягким, бережным, то есть убирать исключительно загрязнение. Как подбирается очищение? Исходя из того, например, если мы вечером очищаем, то исходя из того, в какой, скажем так, агрессивной среде вы находились. То есть если вы понимаете, что вы были в большом скоплении людей, например, у вас пыль, может быть, где-то много на улице привели время, значит, нужно очищение, которое будет убирать именно эти загрязнения. То есть если у вас есть на лице косметика, SPI-фильтры, соответственно, мы начинаем с демакияжа. То есть мы подбираем, исходя из этого. И завершаемый этап очищения, конечно же, тоника. Тоник – это не просто такая водичка, которая, ну, протираем лицо, что-то там освежаем, я не знаю. Тоник, он нацелен на то, чтобы восстановить разрушенный ПАЖ. И, опять-таки, если мы работаем с правильно подобранными уходными средствами, а сейчас, знаете, достаточно, я думаю, что правильный тренд такой на восстановление, на защиту микробиома кожи. И как раз-таки в Siberian Wellness есть уходовые средства, целая линейка на поддержку микробиома. Так вот, если мы берем этот тоник из серии, которая для микробиома кожи, то он еще и работает на увеличение количества полезных бактерий, на их усиление, на работу их функций. И это очень важно. Кстати, каких компонентов не должно быть в уходовых средствах и почему, как они негативно воздействуют, я рассказываю на своем канале в Телеграме, приходите, есть ссылка в описании, там прям подробно я рассказала, что негативно и почему и каким образом воздействует на нашу кожу. Дальше, такая, знаете, идет база в уходе, которая делится на две фазы, дневная и ночная, потому что в эти разные периоды суток нашей коже нужно совершенно разные уходовые средства. Днем мы должны увлажнить кожу и защитить, защитить от агрессивного воздействия окружающей среды. Это и ультрафиолет, это и свободные радикалы, это различные загрязнения, выхлоп и так далее. То есть все это крайне негативно. Наша задача защитить кожу. И в то время, как ночью наша кожа восстанавливается, наша кожа регенерация происходит. Здесь мы тоже смотрим на то, что мы хотим дать своей коже. Мы можем дополнять уход функциональными продуктами, которые будут нацелены. Например, мы смотрим, что нашей коже хочется сейчас. Увлажнить ее, а может быть напитать, а может быть нам дать коже антивозрастную поддержку, антивозрастной уход. То есть мы встраиваем уже в свой дневной и ночной уход, комбинируем, добавляем функциональные продукты, которые будут нацелены на конкретные действия, то, что мы хотим сейчас получить и достичь. Еще важный момент такой, знаете, бывает часто, и я сама сталкиваюсь с такими запросами у девушек, когда мне говорят, ты знаешь, я наношу крем и он мне так быстро впитывается, мне хочется еще, то есть мне мало, хотя я понимаю, смотрю на кремный состав и понимаю, что там очень много всего и он достаточно такой питательный, то есть он не жирный, но он насыщенный, то есть кожа, получается, съедает его достаточно быстро. Почему это происходит? Это бывает в тех случаях, когда кожа голодная. Голодная в прямом смысле слова и мы наносим уходовое средство и кожа съедает его. Так здесь, знаете, как нужно дать себе время посмотреть, если через какой-то промежуток времени, небольшой, вы замечаете, что у вас исчезает, постепенно проходит вот эта необходимость нанести еще крем, еще крем, значит, все правильно, ваша кожа наелась. То есть, да, она была голодна. Это часто происходит именно со средствами, которые богаты на составы, которых активные составы, которые, именно, знаете, те составы, которые нужны вашей коже сейчас. Да, хорошие, хорошие уходовые средства. Посмотрите, понаблюдайте за своей кожей, и вы сразу увидите, что, да, у меня проходит это ощущение, значит, я накормила свою кожу все верно, потому что нашу кожу нужно просто накормить, ей нужно дать это питание. И чем взрослее мы становимся, тем нашей коже нужно больше питания, нужно ее подпитывать, подпитывать, подпитывать. Так же, как мы, когда мы же тоже придираемся к еде, которую мы закладываем вовнутрь себя, мы же хотим разнообразную еду, также наша кожа тоже хочет получать качественное питание, она хочет получать разнообразное питание, чтобы в нее были, в ее питании, да, то, что мы наносим на лицо уходовых средствах, были разнообразные компоненты, разные ингредиенты, качественные, чтобы не закладывать мусор, есть такое понятие в еде, когда мы едим пищевой мусор, так вот, чтобы в уходовых средствах тоже не было этого пищевого мусора для нашей кожи, потому что тот мусор, который негативно сказывается на ее работе, это как раз-таки пищевой мусор для нее. И следует обращать внимание, чтобы этого пищевого мусора не было. Так вот, если мы завершим сейчас как раз-таки, подведем такой вот итог, я говорю про кирпичики, которые можно переставлять. То есть вы составляете вот эту базу. База элементарная. Очищение, тонизирование и дневно-ночной уход. И между этим выстраиваете функциональные продукты, которые будут нацелены на достижение конкретных результатов. На увлажнение, на питание, на антивозрастной уход, на, может быть, работу с тоном кожи и так далее. То есть вы уже в эту базу, в эти кирпичики, которые у вас есть, вы встраиваете и меняете. И подбираете опять-таки дневной и ночной уход тоже исходя из того, что вы хотите получить. Какая защита вам нужна, что вы хотите ночью для кожи своей дать, чего не достает вам. И таким образом вы привносите это питание в уход за своей кожей. Вот такие простые на самом деле основы. То есть ничего абсолютно сложного. Не нужно 100500 баночек, не нужно 100500 средств подписывать их, запоминать, что, куда и зачем. Вот она основная база, которая доставит вашей коже удовольствие, принесет результат. И вы увидите, что кожа на самом деле изменится, она будет выглядеть намного лучше и вы будете довольны вашей коже. А красивая кожа равно здоровой коже. Поэтому обращайте на то, что у вас в уходе. Читайте обязательно составы. Чем вы кормите свою кожу. То мы получаем, собственно говоря, у нас на лице. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Заходите на телеграм-канал. Там подкасты, там тоже есть разборы. Более подробно в клиентском чате я разбираю, показываю уже готовые программы. Там более такое, знаете, общение кулуарное, скажем так. Только для своих я его называю. И я благодарю вас за внимание. Всегда рада вашим вопросам, вашим комментариям. Желаю вам красоты и, конечно же, крепкого сибирского здоровья. До скорых встреч. Пока-пока.